Расскажи, пожалуйста, про свое отношение к счастью. Что драйвит твои действия? Мне жизнь доставляет удовольствие. Я стараюсь не совершать поступков против своего естества. Вопросы про счастье, они очень коварные, понимаете? Я могу на второй вопрос ответить проще. Что драйвит твои действия? Всю свою жизнь я делаю только то, что хочу делать. Как в известном выражении, если ты сделаешь свое хобби работой, то ты никогда не будешь работать. Вот это цель, к которой я всю жизнь стремился. Я стремился к тому, чтобы мне приносило деньги то, что мне и так нравится делать. И в какой-то момент я к этому пришел. Я сейчас говорю не про влогингу. Влогинг мне никаких серьезных денег не приносит. Точнее, вообще он, скорее, в убыток всегда работает. Ну, не конкретно влогинга, политическая деятельность. Просто я стараюсь на политическую работу, на информационную работу медийную брать деньги с донатов и пускать их в какие-то проекты, которые открываю. Поэтому с влогинга я никаких денег не имею. Но вот всю свою жизнь постел так, чтобы чем бы я ни занимался, и мне бы это доставляло, процесс доставляло работу, чтобы я не сильно зависел от результата. Это мне удалось, и это самое главное. Разумеется, это не единственное, что в жизни мне доставляет удовольствие, но очень важно, чтобы то, что вам приносит деньги, доставляло вам удовольствие, потому что тогда вы будете конкурентнее, сможете больше посвящать своего времени той работе, которой вы занимаетесь, и это не будет доставлять вам страдания. Вот самое ужасное, что я наблюдал и среди своих близких, и среди своих родственников, это вот когда человек просыпается на работу с 8 утра, до 6 утра проводит время на работе, и все это время думает о том, когда же эта работа закончится. Вот моя задача в жизни всегда была не оказаться в таком положении, не в положении, где я думаю, когда же закончится то, чем я занимаюсь. Я хочу, чтобы то, чем я занимаюсь, не заканчивалось никогда, потому что я от этого получаю кайф. Я получаю кайф от своей политической работы, я получал кайф от своей финансовой работы, я чем только не занимался в своей жизни, я работал и в кино, я продавал японское барахло, когда жил в Японии, мне тоже доставляло удовольствие, доставляло удовольствие в нем разбираться, компьютерные игры японские я продавал по интернету. Мне это доставляло удовольствие, я мог на это потратить огромное количество времени, я до сих пор разбираюсь в японских ретро-играх, Просто потому, что я посвятил этому не один год своей жизни. И мне доставляло удовольствие это делать. Мне доставляло удовольствие общаться с людьми, с которыми я общаюсь. А когда человек, как сказать, мне неприятен, когда я чувствую, что общение с ним не дается с другим, я это общение просто прерываю, и в моей жизни его не оказывается. Это залог, на мой взгляд, счастья. Залог счастья – это быть честным с самим собой, быть честным с другими. И это, наверное, тоже очень… Вот самый главный урок, который я извлек вообще из своего опыта. Я не знаю, насколько он универсальный, но он справедливым оказался для меня. Что очень важно не лгать другим о том, кем ты являешься. Потому что в этот момент ты, во-первых, перестаешь быть собой, а во-вторых, ты начинаешь притягивать людей, которым нравится образ тебя, который ты им продаешь, а не ты сам. И это чревато несчастьем не потому, что ты погружаешь себя в океан лжи, хотя ты погружаешь себя в океан лжи, это тоже само по себе может сделать несчастным, а потому что ты начинаешь притягивать совсем не тех людей, которых ты хочешь видеть рядом с собой, а совсем не тех людей, с которыми тебе комфортно. Я в детстве, когда был подростком, некоторое время пытался создать себе какой-то образ, и в какой-то момент понял, что меня это делают несчастным, и от этого образа отказался. Мне стало гораздо жить легче, и я понял, что вот так и надо всегда. И это меня никогда не подводило. Поэтому никогда не врите другим людям о своих каких-то негативных чертах. В какой-то момент у меня даже была своего рода компенсация, что я настолько хотел людям объяснить, кто я такой, что я в первую очередь показывал свои негативные черты. То есть сразу рассказывал все, что может... В какой-то мере я до сих пор это делаю. Мне нравится сразу показывать все триггерящие черты себя, для того, чтобы человек сразу мог информированное решение принять, стоит ему со мной общаться или не стоит. Потому что в противном случае мы друг друга разочаруем, и между нами повиснет какая-то очень неприятная ситуация. И это меня очень сильно обезопасило от того, чтобы в моей жизни появлялись люди, которые бы мне могли навредить, чтобы в моей жизни появлялись люди, с которыми будет плохо. А те люди, которые в моей жизни появлялись, которых я сразу не распознавал, как непорядочных, как неподходящих мне, ну, тех я просто вовремя отталкивал, как это мне становилось. Очевидным. Поэтому мое отношение к счастью, если вы будете честным с собой и с другими, то счастливым вам станет быть гораздо-гораздо проще. Ну и старайтесь найти дело. Дело, которое вас будет увлекать, которое наполнит вашу жизнь интересными переживаниями. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!